Привет, 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 песеры, с вами Моршин, ну и как я и обещал поговорим о прокачке игроков из Deluxe, издания английской премьер лиги и немножко затронем арсенал, хотя на самом деле арсенал затронем больше, чем английскую премьер лигу. По АПЛ-очке я говорил, что интересен мне Уолкер и, собственно, Бруно, ну и из арсенала поговорим про Мартинелли, Джезуса и нашего любимого японца, который явно сделан не по позиции. Как обычно, пользуюсь я сайтом eFootballHub, вы можете скачать предложение eHub, в общем, я думаю, вы все про него знаете, вы не раз о нем слышали и многие им на самом деле пользуются. Ладно, давайте переходить, собственно, к прокачке игроков. Ну и перед прокачкой сообщаю или же напоминаю, что ссылки на полезные мои соцсети в описании и закрепленном комментарии. Там мой телеграмм, там чат по eFootball и там моя личка в телеграмме, если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт. Ладно, переходим к прокачке, начнем с Мартинелли, 94 нам показывает сайт, будет он иметь на максимальной прокачке под лево полузащитника. Но почему я взялся за него? Да потому что вы можете обратить внимание на правый верхний угол и тут нам сайт говорит, что если качать его под лево нападающего, то он уже на первом уровне имеет показатели 85. Плюс у него стиль смещения с фланга, значит на лево нападающем он работать будет. Так что как лево нападающего мы качать его и будем. Переставляем. Итак, автоматическую прокачку нам показывает, что он будет 93 как ЛПЗшник, но при этом 96 как левый нападающий. Да, в игре это не покажет, сколько раз я уже отвечал на этот вопрос. Ну не могут Konami сделать пока нормальное отображение рейтинга в игре по позициям. Ну лапки у них, японские лапки, вот не могут они. При автоматической прокачке, значит 4 у нас идет в удар и допустим согласен, 4 в пас. Пас. Окей, это недорого, но пас конечно у Мартинелли ужасающий. 10 идет в дриблу, 8 идет в ускорение, 8 идет в скорость. 8 ускорений и скорости мы естественно оставляем. Корпус у него в принципе никакой, защита понятное дело никакая. А вот сделать ли 10 дриблы, но при этом потратить тут на 6 статов, да лишних получится. Да, 6. Давайте пока уберем. Можно еще на 2 поднять ускорение и умение атаковать вместе с балансом. Либо еще на 2 поднять скорость, силу удара и выносливость. Либо на 3 поднять пасы, я думаю бессмысленно. Либо на 3 поднять реализацию, тоже я думаю особо бессмысленно. Скорее бы, да, я 2 стата бы убрал с дриблы. И наверное, наверное, закатал бы эти 2 стата в ускорение, умение атаковать и в баланс. Он точно так же получился у меня, 96 бы как левый нападающий. Но при этом 95 ускорение, 96 умение атаковать и 89 баланса. Ну это прям очень даже круто. По навыкам. Есть у него марселька, есть проброс между ног со зворота. Игра головой, удар из посечки, игра пятка, удар без подработки. Хорошо. Подкрутка шведкой, хитрости, оттяжка в защиту. Ну, само собой, можно добавлять боевой дух. И, пожалуй... Не, ну сила удара у него такая себе, добавлять дальние удары, там сложные дальние удары смысла нет. Подкрутка тоже ни о чем, поэтому всякие дальние подкрутки бессмысленны. Скорее, я бы старался немножечко поднять ему пас. Все-таки тут печальные у него показатели. 71-73, поэтому пас в касание, пас в развес, пас на ход, слепой пас. В общем, я бы его в эту сторону прокачивал дополнительными навыками. Далее от Джезуса, 96 максимальный уровень. Может он быть левым нападающим, но на левом нападающем, к сожалению, не будет работать его стиль. Поэтому только ЦН. Значит, 8 в удары, вообще ничего в пас. Пас у него печалечка. 4 в дриблу, 12 в ускорение, 7 в скорость и 4 в корпус. Но, с одной стороны, у него есть прыгучесть и игра головой. С другой стороны, корпус у него отсутствует. И, в принципе, наверное, с автоматическим разбросом статов я согласен. Кстати, при сыгранности соточка он будет 99-й. Серьезное, так сказать, заявление, если ты за 100 голды всего лишь можешь поймать этого товарища. По навыкам. Сомбре, раскрещивание, проброс между ног со зворота, ведение подошвы, игра головой, сложные дальние удары, акробатика, удар без подработки, подкрутка шведка, оттяжка в защиту. Ну, понятное дело, боевой дух, он как бы всем к лицу. Я бы ловил ему... Скрещивание, неплохой финт. Вот, на самом-то деле, неплохой. Вот. Но я бы ему ловил что-нибудь типа двойного касания, либо марсельской рулетки. По остальным навыкам. Ну, сложные дальние удары у него есть. Можно просто добавить дальние удары. Хотя сила удара 80, сами понимаете, такое себе. Подкрутки тоже особо нет. Но можно, если вам уж прям сильно хочется, добавить ему сложную... Как она называется? Дальняя подкрутка, по-моему. По-моему, так навык называется. Подкрутка шведка у него и так есть. В остальном, ну, наверное, опять же, слепой пас. Что там еще? Пас в разрез, пас на ход, пас в касание. Да, показатели у него печальные. Ну, а другие навыки, по сути, чем здесь его можно усилить, что ему здесь добавлять. Япончик наш, Япончик, опять же, взял я его, потому что смотрим на правый угол. Изначально он на центральном защитнике 84, хотя на правом защитнике 81. То есть, эту модельку делали под центрального защитника, а потом почему-то ему сменили позицию. Ну, под ЦЗ мы его, естественно, и будем качать. Да, стиль не будет работать, тем не менее, тем не менее, ребят. Смотрим на правый угол и 97 ЦЗ. Ну, как бы вы понимаете, да? То есть, добавим сыгранности, это минимум 99, а скорее всего 100. Охренеть. Вот, охренеть и еще раз охренеть. Да, немножечко бигтайм его карты еще получше, вот. Но, тем не менее, если вам нужен хороший центральный защитник, с ростом у него все в порядке, берите, ставьте на ЦЗ, да, будет игрок без стиля. Тем не менее, он нахрен 97, если бы правильно все отображалось. А сыгранностью 99, а возможно 100. Наверное, такую красоту и ломать смысла нет. Хотя, ладно, я бы два стата снял с защиты. Вот, она у него и так, все у него с ней хорошо. Плюс сыгранность свое добавит. И ему и в дриблу можно, и в пас можно. Давайте добавим ему еще 4 в пас и еще 4 в дриблинг. У нас получится 96 ЦЗшник с отличной скоростью и ускорением для центрального защитника. С хорошим корпусом, хорошими показателями в защиту, хорошим пасом, хорошей дриблой и всем остальным тоже хорошим. Короче, вот эта карточка прям топчик. Советую вам ее поймать, если у вас есть такая возможность. Ну и переходим к делюксу АПЛ Бруно. Смотрим опять же, собственно, на правый угол и видим, что на первом уровне как опорник он 83, а вот как центральный полузащитник он 85. Под ЦПЗ качать мы его и будем. Да, 92 как опорник, зато 97 как центральный полузащитник. Добавляем сыгранность. Это либо 99, либо 100. Но, к сожалению, на сайте эту сыгранность добавить нельзя. А на мобилке, ну, снимать просто неудобно. Экран маленький. Итого, что мы имеем? Мы имеем практически пирла. Великолепнейший пас низом и пас навесом. Присутствующая дрибла. Есть выносливость, скорость и ускорение. Да, не слишком уж большие, но для центрального полузащитника пойдет. Тем более он дирижер, он распасовщик. Стильно ЦПЗ работать будет. Что-то умеет в защиту. В общем, и в атаке поможет, и в защите поможет. И выдаст охренительную передачу. В принципе, с автоматической прокачкой я здесь вполне себе согласен. Можно, кстати, на самом деле, ну, откуда-нибудь статы снять и немножко добавить ему в корпус. Да, у него прыжок, игра головой, беда, печаль. Но при этом корпус 72, в принципе, можно поднять было бы до 76. По навыкам Марселька, Сомбрера, ведение подошва, игра пяткой, пас-развес, пас-наход, подкрутка шведка, низкий пас навесом, хитрость, подкат. Ну, само собой, боевой дух. Так, пас-развес, пас-наход есть. Можно добавить пас в касание. Дальние удары, не знаю. Ну, в принципе, да, дальние удары, сложные дальние удары. Да, сила удара не очень, ну, пусть будет, так сказать. Вот. Можно добавить что-нибудь на защиту. Вот у него на защиту есть подкат. Можно добавить верховое главенство. Хотя игра головой у него, конечно, паршивая, просто пипец. Блокировщик, перехват. Вот это все для позиции центрального полузащитника вполне себе подойдет. Ну и Волкер. Волкер. Значит, 95 он имеет на максимальной прокачке при автоматической прокачке. Вот. И тут аж 13 статов летит в скорость. Ну, это на самом деле слишком много. Даже 8 статов в скорость хватит. Вот. 4 в корпус. Допустим, пусть будет 8 в защиту. Допустим, пусть будет 4 в дриблу, 4 в пасы. Что бы я ему добавлял? Я бы, пожалуй, добавлял ему до 8 я бы поднимал ему пас. Потому что правому защитнику это нужно. И 8 статов у меня еще остается. И, наверное, 8 бы я впихнул в дриблу. Хотя нет. Хотя нет. Пожалуй, нет. Я почему-то чуть не забыл, что я вам обещал показать, как его прокачивать до 98 с игранностью, а не до 97. Итак, что бы у нас было 98 с игранностью? Ай, зараза, что ты делаешь? Максимальный сбрасываем. Единичку ставим на удары. Дальше 7 в пас. 4 в дриблу. 8 в ускорение. Так, 7, 8. 11 в скорость. 4 в корпус. И 8 в защиту. Таким образом, да, у него 95 прокачка, как и при автоматической. Но при этом с игранностью 100 он будет 98, а не 97. Если на автомате просто раскидать, то с игранностью он будет 97. Нужна вам красивая циферка на поле или не нужна? Конечно, решать вам. Но вот таким образом он будет 98. В принципе, прокачка вполне себе годная. Пас присутствует, скорость ускорения присутствует, выносливость есть, в защиту умеет, навыков много. В целом, очень хороший правый защитник. Я его буду с удовольствием использовать. Тем более, у меня есть состав Манчестер-Сити. Ну, я думаю, вы это знаете. Вот такая прокачка получилась у меня. Согласны, не согласны, можете написать в комментариях. Ну, а с вами был Морж. Ждем завтра. Команда недели. Новые эпики. В общем, все как всегда. До новых встреч. Пока. Пока.